Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В мероприятии приняли участие члены правительства, депутаты Верховного хурала республики, хурала представителей Кызыла, сотрудники администрации главы аппарата правительства и парламента. После церемонии по площади Ората под командованием военного комиссара Тувы торжественным строем прошлись колонны правоохранительных структур и юнормейцев. Флаг России представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос – верхний белого, средний синего и нижний красного цвета. До сих пор историки и исследователи не пришли к единому мнению, почему были выбраны именно эти цвета для российского флага. Но считается, что с самого начала каждый цвет имел свой смысл. По одной из версий белый означает свободу, синий – богородицу, покровительствующую Россией, красный – державность. Другая версия гласит, что белый символизирует благородство, синий – честность и верность, а красный – смелость, мужество и великодушие. И в продолжении темы. Во всех уголках страны сегодня проводятся различные патриотические мероприятия, в том числе и в Туве. Основные торжества по случаю Дня государственного флага проходят в столице республики. Сегодня состоялся велопробег, а также флешмоб в честь российского триколора. Диана Баенбогос расскажет подробнее. Накануне в скульптурном комплексе Центр-Азии состоялся концерт, посвященный одному из государственных символов нашей страны. В нем приняли участие известные артисты Тувы, а также ансамбли и группы. Показательным стал танец, символизирующий единство народов. Триколор объединяет россиян и мотивирует на ратные подвиги и труды. Уважение к флагу – это уважение к традициям и обычаям народов страны и межнационального согласия. День флага России установлен 23 года назад. Согласно социальному опросу граждан страны, большинство россиян при виде государственного флага чувствуют гордость и восхищение. Именно эти чувства побудили участников велопробега собраться и провести этот праздник с пользой для здоровья. Большинство велосипедистов в специальных костюмах. У каждого на велосипеде российский триколор. Отличное настроение. Сегодня день российского флага и в честь этого мы организовываем велозабег. Собралось от мала до велика. Нас много сейчас становится. Все активнее и активнее. Здоровый образ жизни, велодвижение становится очень массивным в Туве. Протяженность велопробега составила несколько километров. Под гимн страны участники велопробега проехались до финиша. Район Своротка, развивая символику на ветру. Настроение поднялось на 100%. Проехались очень хорошо. Показали, что есть российский флаг, есть такой праздник и есть велосипедисты. На Арбате общественное молодежное движение «Добрые сердца Тувы» провели патриотическую акцию. Сделал флага России. Вот раскраска для вас. Можете раскрасить субъект Российской Федерации. Спасибо вам большое. С 12 июня со дня России во всех регионах нашей страны прошла масштабная акция «Мы – граждане России», где каждому предлагалось рассказать об особенностях и достопримечательностях родного края. Завершением всероссийской акции и стало создание познавательной раскраски. Мы присоединились к акции, раздавали вот такую раскраску. Тут представлены все регионы России и мы в том числе. Материалы, которые были собраны на конкурс, стали основой для создания набора образовательных карточек. Финалом патриотической акции на Арбате стал флешмоб с триколорами, организованный движением молодежных инициатив «Моя столица». Диана Баэмбуз, Буяна Юн, телекомпания «Новек». К другим темам. В прошедшие выходные в 10 километрах от станции «Тайга» в лесном массиве спасатели Тувинска поисково-спасательного отряда МЧС «Россия» спасли заблудившихся в лесу трех женщин-гребников. Отметим, что с начала так называемого грибного и ягодного сезона в лесах Тувы уже заблудились 7 человек. О том, как не заблудиться в лесу в поисках дикоросов, смотрите в материале «Чинчи Самбуга». 20 августа в дежурную службу Тувинского поисково-спасательного отряда поступил звонок от жительницы города Козыла. Она сообщила, что ее родственница с двумя подругами отправилась за грибами и не вернулась. После поисково-спасательных работ женщины нашли. Перед отправкой за дарами природы нужно тщательно подготовиться, говорят спасатели. И, конечно же, самая необходимая вещь, которую должны взять с собой любители грибов и ягод, это спички и мобильный телефон. А также при себе иметь огонь, зажигалочку, спичку, чтобы развести костер, если вы остаетесь ночевать. И ножик, такой маленький ножик, чтобы тоже достать там дров или чуть-чуть ягоды срезать. Желательно с пилой. В данном случае у меня такая вот пила, очень удобная. Взять с собой немного еды, воды, чтобы при ходьбе человек быстро устает в тайге, попить, можно было отдохнуть, сил набраться. Очень рекомендуется с собой брать аптечку. В большинстве случаев четверо из пяти забудившихся все-таки выходят из леса сами. Однако поисковики рекомендуют оставаться на месте. Сохранить силы помогут знакомые орехи и ягоды, а также маленькие хитрости. Например, для сбора воды спасатели рекомендуют расстелить тент и положить на него камень. Утром на нем соберется роса. Если вы все-таки остаетесь в тайге ночевать, то лучше всего найти дерево, которое достаточно большое и которое имеет много ветвь. Это служит для того, чтобы во время дождя вас не обмокли. И вообще обычно место под деревом, оно достаточно сухое. То есть пригодится, можно там поспать, полечь, посидеть. В данном случае у нас такое дерево, ветвь много. И вот это вот под деревом земля достаточно сухая. Большинство гребняков пренебрегают правилами безопасности, одеваются в одежду темных цветов и забывают зарядить мобильные телефоны. Хотя даже при отрицательном балансе и без сим-карты с помощью мобильника можно дозвониться до экстренных служб. И чтобы сообщить спасателям более точные координаты своего местонахождения, для начала нужно определить, где север. Для этого нужно установить в солнечном месте или на поляне метровую палку и по его тени определить стороны света. Тень определенной длины отмерим. Вот, допустим, палочка у меня вот такая. Теперь, через 15 минут нужно подождать, когда тень перейдет в другое место. И определяем, допустим, такой же длины отрезок отчерчиваем. Потом соединяем точки этих отрезков прямой линии. Соединяем. Можно палочку положить. Это север. За один только месяц в республике потеряли 7 любителей дикоросов, 5 из которых были спасены поисково-спасательной службой региона. Трое вышли сами. Спасатели рекомендуют надевать яркую одежду, захватить в лес нож, спички и необходимые медикаменты. Если уж заблудились, не поддаваться панике. Постараться трезво оценить ситуацию и свое примерное местоположение. Чинчи Самугай, РСХ, Володители, компания «Новый век». Симу продолжим в рубрике «Гость в студии». Сегодня у нас в студии начальник поисково-спасательного подразделения Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России Семен Владимирович Рубцов. Здравствуйте. Здравствуйте. Семен Владимирович, сколько уже человек потерялись в наших тувинских лесах и всех ли нашли? На данный момент потерялось уже 8 человек, но все нашлись, все живы и здоровы. Можно ли назвать, что сезон грибников открыт? И до какого периода он продлится? Как правило, сезон грибников открывается уже с начала августа, когда начинают созревать дикие плоды, такие как грибы и ягоды, и, конечно, он уже открыт. И, как правило, он длится до конца сентября. Где именно, в каких районах чаще всего теряются охотники за грибами и ягодами? Чаще всего это происходит на нашей станции Тайга. Что делать, чтобы не потеряться в лесу? Какой обязательный минимум должен быть у грибника? Чтобы не потеряться в лесу, изначально нужно определиться, с какой целью вы туда идете. Собрать необходимый минимум – это спички, это нож, это, если есть, компас, обязательно заряженный полностью сотовый телефон, необходимый запас, минимальный запас воды, какой-то запас пищи. Лучше пусть это будут конфеты и печенюшки. Потому что конфеты и печенюшки, они очень много энергии дают при движении, допустим, когда большой переход делаешь. Что касается одежды, какая она должна быть? Яркая, может быть, свето-возвращающими элементами? Вы совершенно правы. Одежду лучше брать такую, потому что в вечернее время эта одежда хорошо видна, особенно, когда непосредственно при поисках, когда спасатели ходят и осматривают все при помощи фонарей, особенно светоотражающая одежда, она хорошо видна в тайге. Что же делать, то есть как себя вести, если ты понял, что уже потерялся? Ну, в первую очередь не нужно волноваться, не нужно паниковать. Нужно остановиться на одном месте, вспомнить то, чему вас учили, какие памятки вам давали, что у вас есть в руках, и начинать действовать. Само собой, если вы не можете определиться место, куда вам нужно идти обратно, оставайтесь на месте. Найдите себе более удобное место под каким-нибудь большой елью или сосной, чтобы оно было сухое. Заготовьте дрова, походите вокруг, пока светло. Дров вы найдете много, можете разжечь костер. Ну и сидите, ждите, когда вас найдут. А чем может помочь спасателям заблудившийся человек, чтобы его побыстрее нашли? Может быть, какие-то зарубки нужно делать? Зарубки может делать, потому что просто так зарубки в тайге никто не делает. Это делают люди, которые хотят найти обратную дорогу. Если есть заряженный сотовый телефон, нужно найти возвышенность. Подняться на эту возвышенность и набрать телефон службы спасения 112. Этот звонок поступит на единую дежурную диспетчерскую связь города Козыла или того района, где вы находитесь, допустим, где вы потерялись. И вы можете связаться и сказать, что вы потерялись, что приблизительные ориентиры можете доложить дежурному диспетчеру. Например, это какие ориентиры приблизительные? Например, ориентиры, куда садится солнце. Где вы видите, допустим, если вы на каком-то холме, там, где нет растительности, вы можете сказать, где начинается растительность. Собственно говоря, ну, где, допустим, вы видели последний ручей, в какую сторону он течет. Вот спасатели это все возьмут себе на заметку и будут действовать. А нужно ли регистрироваться у спасателей тем, кто собирается в лес за грибами? Или можно сказать родственникам и пойти? Да, вы совершенно правы. У спасателей не обязательно регистрироваться. Достаточно, чтобы знали родственники, знали направление, куда вы идете, непосредственно место, с которого вы начнете, допустим, собирать. Надо точно, чтобы родственники знали, куда вы пошли. И, соответственно, экипировка. Еще раз экипировка. Ну, бывает так, что родственники не совсем знают, да, вот когда уже можно обращаться к спасателям, а когда нет. Вот сколько времени должно пройти, чтобы люди обратились к спасателям и сказали, что вот мой брат, моя сестра не вернулись. Ну, в основном у нас это происходит, когда они прибывают уже на место и начинают сбор грибов. Они договариваются по времени, в какое время они должны, допустим, прийти на точку, на точку своего сбора, на точку своего выхода. И вот таким же образом родственники, которые пошли собирать грибы, могут своим, кто остался дома, сообщить, что мы приедем в такое-то, такое-то время. Если в течение одного-двух часов они не приехали, уже можно начинать звонить в спасательные службы. А вот что касается детей, мы же все-таки любим прививать с детства, там, сходить по грибы, там, по ягоды. Вот сколько должно исполниться ребенку, чтобы его уже можно было брать в лес? Ну, вы должны знать своего ребенка. Ребенок может быть и трехлетний, который будет рядом с вами бегать и на шаг не отойдет. Вот. Ну, как правило, лучше брать детей, которые уже достаточно большие, 10 лет. Вот от 10 лет желательно, чтобы они были послушными. А то бывают такие случаи, ребенка взяли с собой, мама в одну сторону, ребенок в другую, и все, разбежались. А там только немного за холм перейдете, уже кричите, не кричите, а уже ничего не слышно. Ну, у родителей, соответственно, начинается паника и начинает все теряться гораздо дольше. Поэтому ребенок должен быть послушным и находиться всегда рядом с родителями. По последнему случаю, расскажите, какие подробности? Ну, один из последних случаев, это когда потерялись у нас три женщины. Они должны были вернуться к точке сбора, ну, часам к 18, но они не вернулись. И сын одной из женщин позвонил сразу же и сообщил нам о том, что произошел такой случай. Вот. Точно сказал место, где они находились, откуда начали, допустим, поиски своих грибов. Мы собрали группу и выехали на место. Получилось так, что три женщины вышли примерно в одном направлении, потом разошлись в разные стороны и потерялись. Одна из них вышла достаточно быстро, нашла выход к дороге. Другая пробежала километров шесть и вышла на станцию Тайга. Но они были от станции Тайга километра четыре-пять в сторону Пейхема. Они дальше проехали. Вот женщина так много прошагала. Ну, а сама мама этого молодого человека, она пробежала еще больше, но она тоже сама вышла. Собственно говоря, женщина, которая гуляла все больше, она была подготовлена. У нее там был и нож, и спички. То есть, в принципе, потом она вышла на трассу, поймала попутку. В этот же вечер, да? Или на завтра? В этот же вечер. Ну, ближе к ночи, конечно. Ну, там все волновались. Она вышла, прошла очень много. Потом приехала на трассу, где девятый километр, где появилась связь, и смогла позвонить своему родственнику. Потом он сразу же нам доложил, что она нашлась, и мы поиски прекратили. А вы можете привести пример из практики вашей? Вот сколько по времени больше всего находились в лесу, именно в Туве, сбудившейся? Был такой случай очень давно, когда одна бабушка потерялась тоже в стороне станции тайги, и очень много прошла, нашла охотничий домик и прожила там почти месяц. Вот, это самый долгий случай. Ну, а так, у нас были случаи, когда у нас продолжались поиски в течение недели. К сожалению, эти случаи были тоже с летальными исходами. Ну, что поделать. Но мы всех находили. Семен Владимирович, у вас есть возможность сейчас обратиться к нашим грибникам? Уважаемые грибники и ягодники, конечно, это ваше любимое занятие, пожалуйста, занимайтесь этим занятием, но сначала подготовьте себя к нему как следует. Еще раз повторюсь, возьмите с собой всегда спички, воду, еду, полностью заряженный сотовый телефон, фонарик обязательно возьмите, если в ночное время вы сможете отыскать себе удобное место. Не паникуйте, оставайтесь на месте, разожгите костер и ждите, когда вас найдут. Спасатели всегда придут на помощь и вызволят вас из трудной ситуации. А так лучше не бегайте далеко, быстрее поймите, что вы потерялись, не надо волноваться и ждите. Мы придем на помощь. Семен Владимирович, спасибо, что вы к нам пришли. Желаю, чтобы работы вам было меньше в этом плане, чтобы все потерявшиеся нашлись. Я напомню, что сегодня на студии был начальник поисково-спасательного подразделения Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России Семен Владимирович Рубцов. Семен Владимирович Рубцов было принято решение перечислить Приморскому и Хабаровскому краям, республикам Тыва и Башкортостан, Карачаевой, Черкесской и Чеченской республикам, а также Вологодской, Волгоградской и Тульской областям средства на компенсацию учерба АЧС предприятиям агропромышленного комплекса. Как сообщил председатель правительства России Дмитрий Медведев, совокупный объем помощи для девяти регионов превысит 1 миллиард рублей. Предполагается, что эта сумма позволит покрыть убытки, нанесенные подтоплениями, градом и засухой сельскому хозяйству на территории вышеназванных областей и республик. По словам главы Минсельхоза Александра Ткачева, из-за природных катаклизмов были утеряны сельхозкультуры на площади около 140 тысяч га. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 14 копеек, евро 69 рублей 43 копейки. Далее реклама, не переключайтесь. Торговый центр «Лакомка», второй этаж. Торговый центр «Лакомка» Продолжаем выпуск. В Туве ежегодно происходят десятки дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Так, за 7 месяцев текущего года в ДТП попали 27 несовершеннолетних, 10 из которых пострадали на пешеходных переходах и 7 из них из-за невнимательности на проезжей части. И чтобы напомнить детям и водителям о правилах дорожного движения, госэфтеинспекция Кызыла провела акцию «Внимание на дороге ребенок-пешеход». Сотрудники столичного ГИБДД с юными инспекторами ДПС раздали памятки водителям и напомнили им о начале нового учебного года. Дети в ярко-оранжевых беретах и в таких же галстуках собираются возле второй школы города. Это юные инспекторы ДПС. Отряд под названием «Светофор» при школьном лагере знает главные правила дорожного движения. «Светофор»! «Правила мы знаем! Просто высший класс! Если захотите, мы научим вас!» Школьники начальных классов и вправду могут похвастаться знаниями правил дорожного движения. Однако на практике не всегда эти навыки могут уберечь детей от нерадивого водителя, который на своем авто может выскочить из-за угла. А иногда сами дети в силу своей невнимательности просто забывают об элементарных правилах поведения на дороге и перебегают проезжую часть в неположенных местах. В связи с этим госинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Перед пешеходным переходом необходимо заблаговременно снижать скорость, также выбирать такой скоростной режим, который бы позволил в случае чрезвычайной ситуации быстро остановить транспортное средство. Не забывать о том, что дети – это самые незащищенные участники дорожного движения, которые в силу своего возраста не в полной мере осознают всю опасность, которая подстерегает их на дороге. Могут внезапно выбежать на проезжую часть и также переходят дорогу в неположенных местах. Как показывает практика, пересечение дороги на пешеходных переходах несет опасность как для самих пешеходов, так и для водителей. Поэтому школьников с первого класса учить правильно переходить дорогу, сначала остановиться, посмотреть по сторонам, и если нет машин, переходить проезжую часть. То, что надо приходить только на зеленый, на красный нельзя, а когда желтый, надо ждать. Еще надо, когда переходишь дорогу, надо смотреть влево и вправо, потом переходить. И нельзя приходить дорогу сзади машины, потому что они могут не увидеть. Нельзя бегать около дороги и играть рядом с ней. В ходе акции школьники вместе с дорожными полицейскими останавливали машины, предупреждали водителей о пешеходах и детях. Кроме того, каждый ребенок дарил водителям вместе с буклетами, нарисованные собственными руками, памятки правил дорожного движения. Дети в оранжевых беретах не оставили равнодушным ни одного водителя, который в свою очередь давали обещание соблюдать правила и не превышать скорость. Чинчи Самугай, Расхавалу, телекомпания «Новый век». Далее эфиры продолжат новости короткой строкой. С 23 по 25 августа на приграничной территории Тувы и Монголии пройдет ярмарка местопроведения местечка Арцсурь Завханского Аймака Монголии через КПП Цаган-Палагой. Ярмарка пройдет в рамках соглашения между правительством Тувы и администрацией Завханского Аймака Монголии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном приграничном сотрудничестве. Основная цель укрепления дружеских связей между народами и двух стран – развитие совместного бизнеса, улучшение торгово-экономических отношений и привлечение предпринимательского сообщества. С сентября начнется подвоз учащихся, проживающих на левобережных, правобережных дачных обществах до школ Кызыла. Каждый год растет количество учащихся, проживающих на ЛДО и правобережных дачных обществах. Для детей, проживающих в садоводческих товариществах, в 2016-2017 учебном году был организован подвоз к школам по утвержденному маршруту. В перевозках были задействованы пять школьных автобусов, оборудованных спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. В новом учебном году с МУП Кызу Гортран заключены договоры по дополнительному организованному подвозу учащихся, проживающих на территории ЛДО, которые нуждаются в подвозе к месту обучения и в обратном направлении. Их заключили школу номер 2, 3, 11 и гимназия номер 9, чтобы производить подвоз детей с ЛДО до места учебы и обратно. С микрорайона «Спутник» в вечернее время. Конкурс «Цветущий козыл» вышел на финишную прямую. В этом году комиссия отметила высокую активность участников. Кроме завсегдатых ветеранов конкурса появились новые первопроходцы, причем уровень благоустройства и разнообразие малых архитектурных форм не уступал крупным организациям. Общий призовой фон конкурса составляет 400 тысяч рублей. Победители призеров и активных участников будут награждать во время празднования Дня города на площади Арата. В Туве стартовал третий этап акции «Вода – безопасная территория», которая продлится до 27 августа. В течение недели более 400 человек в составе патрульных групп будут задействованы в мероприятиях по обеспечению безопасности наводных объектов региона. Рейды будут проводиться на воде с целью проверки маломерных судов и пешими группами для проведения профилактики с отдыхающими на берегу водоемов. Козыл и Минусин стали городами-побратимами. Соглашение о сотрудничестве между соседними городами подписали 18 августа в Минусинске на прошедшем инвестиционном форуме «Стратегия развития Юга Краснодарского края». Одним из главных событий форума стало подписание соглашения между Минусинском, Кызылом и представителями бизнеса. Сотрудничество касается развития торговых отношений, жилищного, дорожного и коммунального строительства. В завершении выпуска о погоде. В течение суток 22 августа по республике ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, возможно гроза. Днем небольшой и умеренный дождь с грозой. В Кызыле переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 17, плюс 19. На сегодня это все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова